Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Несмотря на то, что участники акций протеста, представлявшие оппозиционные партии и организации, пытались оказать давление на депутатов, парламент большинством голосов одобрил решение комиссии о передаче материалов на рассмотрение Конституционного суда. Выработанная комиссия и утвержденное парламентом решение было озвучено перед собравшимися, отмечается в частности в заявлении. Таким образом, было сделано все, чтобы урегулировать ситуацию в спокойной обстановке, не выходя из правового поля. Однако депутат Рауль Лолуа грубо проигнорировал парламентское решение, предложенное возглавляемой им же комиссией, выступил перед собравшимися с призывом к отставке президента, что еще больше накалило обстановку. Своими безответственными действиями он фактически дезавуировал решение Народного собрания. Звучали оскорбительные выпады в адрес главы государства, противоправные требования митингующих. И только благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить попытки прорыва в здание парламента, подчеркивается в заявлении партии и общественных ветеранских организаций страны. Авторы заявления осуждают действия организаторов беспорядковые и возлагают на них всю ответственность за опасные для страны последствия. Энергисба назначен директором Государственного инвестиционного агентства Республики Абхазия. Приказ об этом подписал министр экономики Адгур Ардзенба. Энергисба занимает должность посла по особым поручениям МИД Абхазии. Ранее Гисба был полномочным представителем Республики Абхазия в Турции. Кроме того, был избран исполнительным секретарем Ассоциации Всемирного Абхаза Абазинского Конгресса. Металлоискатели, сигнализации, рентгены. Все эти технические ухищрения меркнут перед идеальным природным сканером. Собачьим носом, наркотики, взрывчатки, оружие. Четвероногий помощник отыщет их с точностью до сантиметра. Причем у каждой породы свои преимущества. Одна найдет среди десятка чемоданов и сумок именно тот, где спрятаны запрещенные предметы. Другая отыщет нарушителя даже в самом густом лесу. Подразделение 7-й российской военной базы в Абхазии пополнили более 10 служебных караульных собак. Нисфа Аршба узнала, как живут четвероногие новобранцы и кто среди них главная гроза нарушителей. Это Ленекс. Показывает на вольер кавказской овчарки командир отделения вожатых служебных собак сержант Григорий Колесниченко. Оказывается, передо мной одна из самых крутых овчарок, что служат на военной базе. Его именуют царем и объясняют, он здесь главный. Кавказская овчарка приехала щенком из российского города Дмитрово еще 4 года назад и уже с малого возраста демонстрировала весьма сложный характер. Но несмотря на это, пес любимчик командира, да и всего отряда в целом. А вот в этом вольере живет ротвейлер Чапа. Ему уже 9 лет и он тоже из Дмитрово. В Абхазию пес приехал вместе со среднеазиатской овчаркой. Пристальное внимание псу не по нраву, а глядев нас, он зашел в будку и продолжил наблюдать уже оттуда. Чапу чаще всего ставят на КПП. Говорят, не только нос сверхчувствительный. Есть еще и суперинтуиция, которая не подводила ни разу. Каждая собака, как человек, так же все имеется, все по-разному. Кавказец самый большой вот этот. Ленокс. Я его и привез сюда, вез лично его. Ну вы сами с ним и занимаетесь? Занимаемся, но он опасный своим характером. Очень огромный из-за этого, что свой характер показывает. До сих пор? До сих пор показывает. В остальных вольерах современного кинологического городка тоже овчарки, немецкие. Большую часть из них сюда доставили в конце декабря. Есть еще алабай и среднеазиатская овчарка Гуччи, большая любительница ласки. Немецкие овчарки, признается Григорий, лучше всего поддаются дрессировке. Первая дрессировка сначала, если собака молодая, приучает ее к поводку, к ошейнику. Потом переходит на общий курс дрессировки. Общий курс дрессировки заключается в команде сидеть, лежать, ко мне, опорт. Тяжело молодую собаку обучить каким-то, имеется в виду, командам. Вот это самое тяжелое. Когда уже собака более дрессированная становится, тогда мы уже смотрим по всяким признакам, куда ее отбирать, в какую сторону, где больше занятий с ней сделать. Больше приспособлены к караульной службе именно, чтобы она должна была облаивать, кусать противника. Вот для вот этого и нужно. То есть вы их делаете злыми? Делаем злыми, обучаем для этого. Редко бывает, чтобы собаки специализировались в нескольких направлениях. Их натаскивают либо на поиск нарушителей, либо на запрещенные предметы. И каждая должна знать свое дело идеально. А если все же не получается, таких собак отсеивают. Кинологом Григорий стал по призванию. Любовь к животным, особенно собакам, проявилась у него в детстве, когда родители подарили первого щенка – немецкую овчарку. Долго тренировался с ней, даже ходил на курсы. И понял, он хочет заниматься дрессировкой собак профессионально. Главное – любить хвостатых питомцев. Без этого не стоит даже начинать. Неискренность четвероногие чуют за версту. Самую первую собаку у меня была немецкая овчарка. Ее звали Уника. Полное было у нее имя – Стрелецкая Слобода Уника. От этой собаки у меня все и началось. Я уже влюбился потом в этих собак. Преданные они. Любят, всегда встречают тебя. Главное, что их надо любить. И все, в первую очередь. После возведения на территории базы современного кинологического городка у каждого четвероногого питомца появился свой инструктор. В состав комплекса зданий входит около 10 помещений. В том числе комнаты для купания, сушки, кухня, склады и комната для осмотра. Кстати, питаются псы согласно нормам довольствия. Им иногда варят кашу, дают морковь, свеклу, капусту. Сладкое под запретом. От него портятся зубы. Сухие корма здесь используют чаще. Режим питания строгий. Два раза в день и не крошки больше. Для каждой собаки выделяется в сутки 600 грамм корма. То есть, который делится на утреннее кормление – 300 грамм. И на вечернее кормление – 300 грамм. То есть, портятся, получается, для собаки утром. Помимо сухого корма, бывает, когда именно продукты получаем. Это мясо, овощи, крупы и поваренную соль. Получается, суточное кормление – это 400 грамм мяса, 600 грамм крупы, 15 грамм жиров и 300 грамм овощей. Так тоже каждый день? Каждый день. Собак тренируют несколько месяцев. Они учатся слушать вожатых, точно исполнять команды, в любой момент затаиться или напасть. Способные усваивают курс в течение года. Тренировки проходят ежедневно, но с каждой отдельно. Инструкторы объясняют, чтобы собаки не отвлекались. Недавно приобретенные навыки четвероногие демонстрировали на отлично. И это при том, что выполнять команды питомцам пришлось в непривычной для себя обстановке. При большом количестве людей. Очень много российских журналистов было на этот раз на военной базе. К службе четвероногие новобранцы обычно приступают, когда им исполнится год. До этого возраста собака считается щенком. Ритм жизни у хвостатых охранников такой же, как и у всей части. Работа по 8-10 часов в день. Что касается пенсии, на нее отправляются собаки, которым больше 10 лет. Но и здесь, как у людей, все индивидуально. Если нормативы сданы и пес прекрасно себя чувствует, он может спокойно служить дальше. Нисфарш Басаида Гухава, Абхазское телевидение. Василий Любин и сам очень интересовался историей нашей страны. Посвятил много времени изучению памятников культурного наследия Абхазии древнекаменного века. В 2011 году Василий Любин был награжден Орденом Ахтзапша второй степени за большой вклад в изучение истории республики. Он очень интеллигентный человек. Это вот тот уровень интеллигентности в общении научном, языковом, который уже исчезает в этом мире. И вот такого типа ученых очень мало. Я очень счастлив, что он связан с Абхазией. Я очень счастлив, что он очень много писал о палеолитических памятниках Абхазии. Он великолепно выглядит, работает еще, что-то пишет. И надеюсь, что он еще приедет к нам и доисследует, получит еще раз свои научные впечатления на яштах или других объектах палеолитической культуры в Абхазии. Я хотел бы пожелать кавказского долголетия. С другой стороны, он у него есть. То есть, послезавтра будет ровно 100 лет. Я собираюсь ему позвонить 13 числа, конечно, поздравить его лично. Государственный молодежный театр готовится к постановке исторической драмы Келешбей по одноименной песе писателя Анзура Мухба. Премьера спектакля состоится 18 января на сцене Абхазского драмтеатра. Роль Келешбея исполняет актер Аслан Анкваб. На генеральной репетиции побывала наш корреспондент. Сарья Смор. Роль Келешбея исполняет актер Аслан Анкваб. Действие драмы разворачивается в начале 19 века, в тот период, когда князь Келешбей проводил самостоятельную политику. Его имя было широко известно далеко за пределами Кавказа. Он отличался особым умом, хитростью, решительностью. Стремясь добиться независимости от Турции, сумел объединить абхазских дворян, усилить центральную власть. В песне образ героя постарался раскрыть актер Аслан Анкваб. По его словам, чтобы вжиться в роль, ему понадобился не один день. Его состояние, его рвение, мысли, глубина его мыслей, это все-все в себе сосредоточить, сконцентрировать и в одном лице это все передать. Конечно, это очень кропотливая, тяжелая работа. Это занимает не дни, а месяцы. Тяжело сказать однозначно, что да, этот образ мне удался до конца, можно и год заниматься, готовиться к образу, день премьеры, один день все определить, все скажет. Главная идея и суть постановки объединения народа, без чего невозможна победа в борьбе за независимость. Именно это хотел донести до своих читателей автор драмы Анзор Муква. И эту цель поставил перед собой режиссер Шалва Гисба более года назад. Спектакль актуален для Абхазии сегодня, ведь события этих лет перекликаются с современностью. По словам режиссера, постановка такой весьма сложной исторической драмы – это тяжелый труд. Шалва Гисба надеется, что молодые актеры, влюбленные в свою профессию, справятся со столь ответственной задачей. Спектакль «Келешбей» будет показан зрителям 18, 19 и 25 января на сцене Абхазского драматического театра. Представление для детей, посвященное празднику Рождества Христова, прошло на сцене Государственной филармонии. Сказка о добре и зле была показана детям в исполнении актеров Рустрама и воспитанников детской танцевальной студии «Империя танцев». Праздничное мероприятие организовано Священной Метрополией Абхазии. Продолжая добрую традицию монастыря Святого Апостола Симона Канонита, Священная Метрополия Абхазии на протяжении многих лет организовывает праздничное представление, посвященное Рождеству Христово. Более 500 ребятишек со всех районов Абхазии приехали в столицу на рождественскую постановку. Перед началом представления наместник монастыря Апостола Симона Канонита Иеродиакон Давид Сарсани поздравил всех присутствующих с Рождеством и рассказал о важности данного праздника. Праздник Рождества Христова – это праздник надежды, надежды, которая приходит к нам всем, надежды на любовь, на добро, на радость, на свет. Дай Бог, чтобы те из вас, кто сегодня присутствуют здесь, увидев это представление, посвященное Рождеству Христову, Рождеству, рождению Господа нашего Иисуса Христа, ушли отсюда более просветленными. Затем детям показали спектакль, повествующий о борьбе добра и зла. Согласно сценарию, в канун Рождества злые духи крадут у детей Библию. Оставшись без слова Божьего, люди начинают ссориться между собой. Мальчик Даур со своей сестрой Мактиной и их верным псом Соломоном отправляются на поиски священной книги. По пути с детьми происходят различные приключения. В итоге они оказываются в гостях у святого Николая, который рассказывает им библейскую историю о рождении Спасителя. При помощи ангелов и святых духов священное писание возвращается к людям, а злые духи навсегда покидают землю. Затем детям Юные зрители с восторгом наблюдали за выступлением актеров, не скупились на аплодисменты и сами участвовали в представлении. Танцевали, рассказывали стихи и отмечали, что им очень понравился спектакль. Мне понравилось, как Кама верила во все, а ее брать нет. И в конце они оба стали верить в чудеса. Мне понравилось представление. Даура и его сестра Мактина стали верить в чудеса. Мне больше понравилось, когда ангелы танцевали. Представление было добрее, злее. Там рассказывается о Боге и добрее, злее. Мне все понравилось. По окончании праздничного мероприятия всем детям вручили рождественские подарки. Алика Трапш, Беслан-Ченжерия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 2,7. Днем 8,13 тепла. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин